всем привет на связи канал шара games меня зовут дмитрий и сегодняшнем видео мы будем сравнивать три самые популярные танковых симулятора это world of tanks war thunder и armored warfare проект армада сравнение будет вестись по некоторым критериям и какая игрушка вам понравится принципе вы ее можете скачать там по ссылкам в описании и так далее ну чтож приступим для начала представлю основных действующих лиц самый популярный танковый симулятор world of tanks наиболее реалистичный проект танковых сражений war thunder и самая молодая игра из нашего списка armored warfare проект аромата в наше время наверное уже сложно найти человека который ничего не слышал о world of tanks популярном танковом симуляторе от белорусской компании wargaming вышедшие в 2010 году за все время своего существования скромная танковая игрушка переросла в настоящую киберспортивную дисциплину с хорошими призовыми ключевым успехом проекта стала не занята никем доселе ниша которая привлекает геймеров главная фишка игры это огромный танковый парк времен второй мировой войны ну и не большого промежутка времени после второй по популярности танковый проект war thunder является детищем гайджан интертеймент игра вышла в 2014 году и уже отлично себя зарекомендовала среди игроков а как и world of tanks в игре используется техника времен второй мировой войны а но кроме танков а тут еще есть и самолеты так что всем любителям повоевать а не только на земле но и небе представился отличный шанс себя показать последний конкурсанта самый молодой проект из всех представленных armored warfare вышедший в 2015 году и по сей день находится на открытом бета-тестирование разработчик американская компания obsidian а издателем выступила дочерняя компания проекта mail.ru тут вам придется воевать на новой технике причем не только на гусичный но и на колесный и так все наши конкурсанты заняли свои места согласно купленным билетом а это значит переходим к их беспристрастному сравнению первое на что игроки обращают внимание это конечно же графика тут все зависит от возможности игрового движка опытности разработчиков ресурсов и средств которые выделяются для этих нужд самой красивой игрой среди претендентов можно по праву считать war thunder качестве нажди текстуры как танков так и самой карты не могут оставить равнодушными ни одного геймера разрушаемость объектов на поле боя тоже выглядит очень красиво и очень эффектно причина в движке dagger engine 4.0 потенциал которого разработчики смогли раскрыть у world of tanks дела идут хуже несмотря на то что начинают появляться новые модели танков в hd ну и в общем картинка выглядит довольно хорошо движок big world явно устарел по сравнению с конкурентами в ближайшем будущем ожидается переход на хавок что добавит больше физики а значит и реалистичности проекту разработчики armored warfare использовали современный край engine в своей игре движок отлично себя зарекомендовал и арома выглядит с ним также хорошо разрушаемость объектов и элементы высоком разрешении отлично дополняют игру хоть сами танки выглядят немного похожими на пластиковых плане графики разработчикам есть куда двигаться как и в плане звукового сопровождения поскольку звук самое слабое место по сравнению с остальными симуляторами несмотря на то что все эти игры являются танковыми симуляторами они имеют ощутимые различия и ключевые фишки давайте посмотрим а что крутого есть в каждой игре armored warfare кардинально отличается от всех временными рамками игры действие происходит в недалеком будущем а вся техника исключительно новая и современная а вы можете создать историю прямо здесь и сейчас в то время как у world of tanks и war thunder временные рамки ограничены временем второй мировой войны world of tanks может похвастаться ну просто огромным количеством доступных танков игрок может потеряться в этом многообразии и вряд ли настанет такой момент когда он полностью сможет прокачать все боевые машины кроме того за все время своего существования проект дорос до киберспортивной величины так что если вы хотите не просто получать удовольствие от игры а еще и зарабатывать денежки то эта игра может вам помочь war thunder самая реалистичная игра среди всех симуляторов на физика и модель попадания в танки и максимально приближены к реальной жизни тут нет привычного значения хп роль хп играет экипаж для того чтобы сражаться необходимо иметь живыми минимум двоих членов экипажа если останется в строю только один или вообще все погибнут то машина считается подбитый поэтому часто хватает одного точного выстрела чтобы остановить танк противника процесс игры один из самых я бы даже сказал ключевых моментов для любого игрока и тут наши симуляторы могут показать себя с разной стороны а так как геймплей у всех них отличается друг от друга благодаря особенностям каждого армор от war fair наиболее динамичная игра сражение происходит довольно быстро так как скорость движения танков очень высока тут очень важно тактическая составляющая поскольку каждый класс доступной техники имеет свои собственные задачи и способности к их выполнению например класс бмм имеет большую скорость и раньше обнаруживает противника но наносит малый урон и имеет слабую бронированность кроме того в игре есть разные виды снарядов которые необходимо подбирать под каждого противника индивидуально world of tanks более медленная игра тут игроки стараются занимать удобные укрытия и действовать осторожно танки имеют небольшую скорость поэтому не стоит ждать каких-то экшен сражений обычно в бою побеждает тот кто знает слабые места танков противника и может попадать них а после попадания грамотно скрывается за укрытиями war thunder самая неторопливая игра дело в том что уничтожить вражеский танк можно с одного выстрела поэтому цена одной ошибки может быть очень высока она вместе с тем игрок может сражаться на нескольких машинах как только подбивают одну он может пересаживаться на другую еще прелесть этой игры это физика выстрелов тут нет случайного разброса но при этом нужно уметь приловчиться к наводке на цель очень важной составляющей игры можно считать влияние доната на геймплей world of tanks это влияние сильно ощутимо по сравнению с другими конкурентами особенно на высоких уровнях за донат покупается абсолютно все начиная от премиумных танков и боеприпасов и заканчивая слотами для тех же танков или экипажа war thunder и armored warfare денежная ситуация выглядит намного лучше можно спокойно играть и без доната премиумные танки не сильно отличаются от обычных и нет каких-то жестких привилегий которые делают положение донатера более выгодными это был совершенно беспристрастный обзор трех самых популярных танковых симуляторов какой симулятор выбрать вам или может быть играть во все три решите только вы сами можете написать о своем выборе в комментариях под этим видео а если оно оказалось для вас полезным обязательно ставь лайки и подписывайся на канал а здесь ты найдешь много интересной информации по видео играм и не только с вами был канал шара games до новых встреч смотрите наши новые видосики пока и и и Продолжение следует...